Слово «педагогика», понимаете, оно может означать научные знания о деятельности системы передачи и трансляции социального уровня. Она изучается, эта система, и помогает людям выстраивать ее более эффективно и так далее. История, развитие методов, форм, средств, передачи этого опыта, содержание – это все составляет научные знания по педагогике. А кроме этого, как и во всякой, более-менее, развитой области, и с нее и начинается, есть практическая задача. Вот этот опыт, вот я вот знаю математику, знаю историю, знаю активию, знаю психологию, знаю еще чего-то. Вот как мне этому научить другому? И я должен это сделать, я должен ему помочь. Вот это сделать своим. И в зависимости от того, в какой мере я способен это сделать, моя практическая педагогическая деятельность и меряется как эффективность. Там есть параметры эффективности. Результативность, это вот такие максимальные параметры, максимальное общее. Результативность, длительность при той или иной результативности и напряженность. Бывает так, что я быстро, но с таким напряжением какой-то кусок материала беру, без знаний выстраиваюсь, что потом я вообще выпадаю в осадок на долгое время, чтобы прийти в себя. Это неадекватная, неэффективная система практической деятельности вообще и педагогики в частности. К примеру, понимаете? А результат тоже, длительность. Я могу вытянуть прекрасный результат, только не за 10 лет обучения в школе, а за 20. А многим, вот Скиннер, например, говорил, что существующая система школьного образования в высшей степени нечеловеческая, и несправедливая, и нечестная. Почему? А потому что одним людям, для того, чтобы усвоить этот материал, он даже называл проценты, и этот процент совпадает, между прочим, с этими данными о способных, средних и не очень способных. Ну, грубо говоря, сильный, средний и слабый – это в разных значениях этих слов. Вот он говорил, что для способных, а у них 12 лет общее образование, это безобразие. Они могут взять это за 8 лет, а мы их 12 лет мурыжим. Это издевательство над ними. 15-20 процентов, он говорил, детей страдают. В школе, в нашей американской, он, правда, свою в школе, в нашей американской школе, страдают от такого обучения, что их держат там, вот на этом, для них швачки. Понимаете? Кто более-менее был обустроен в школе в этой? 65 процентов середних групп. Вот по этой закону, по закону этого гауссового нормального распределения. Вот 65. А еще кто страдает? Слабый. Их, вот это вот обучение на средних, абсолютно не их невозможно. И они не могут усвоить за 12 лет материалы. Им нужно, он там просчитал, минимум 15. А некоторые сильно стоящие, так они на 17 и 18 лет. А мы их заставляем за 12. А они не могут, и чего там, все что угодно. Вот до шесточайших срывов, и даже возникла не просто анневроза, психозы. Школа загоняет в психозы человечка. И формирует у него шизофрению там, или еще не так, или чего. Понимаете? И это все по скейнуру. Он вот в Конгрессе делал этот доклад. Это известный доклад. Там что было-то? Когда Советский Союз в 57-м году Пусть-Спутник запустил первый. Понимаете? Там, это самое, американский Конгресс впал вообще в пространство. Это как это? Это они нас опередили. За счет чего? Через неделю собрался Конгресс. Собрали всю педагогическую общественность Америки. Всех ученых, педагогов и там все. И давай обсуждать. За счет чего в СССР нас обогнал. В выходе в космос. Первый спутник Земли. Понимаете? За счет чего? И вот там Шкина выступал. И говорил. Он много чего говорил. И еще, это секрементальная была у него фраза. Во всем мире, он говорил, система образования несет на себе очень много проблемов, недостатков и проблем. Почему? Потому что этим делом, он говорил, занимаются полупрофессионалы. Что такое полупрофессионалы? Господин Скинер, о чем вы говорите? Очень просто. Преподавание – сложнейшая практическая комплексная деятельность, которая требует очень приличного знания предметной реальности, которую ты преподаешь, что и предмет, но там математики, физики, истории, биологии, любому. Очень приличное. И обязательно знание психики учащегося человека, которому ты помогаешь, это знание всякое. Есть и что? Все, он говорил, все наши педвузы рассадники всех педагогических проблем. Почему? Потому что они всех боготовят учителей с предметной ориентацией. Там читают им, говорит он, в курсе психологии. Есть. Но они все проходят мимо. Все проходят мимо. Фактически. И они приходят туда с предметной ориентацией, в школу, они еще не понимают, в чем дело. Они думают, что если они придут и расскажут там очень высокие материи по любому предмету, то все будет в порядке. Они могут владеть высоко или хорошо, или даже очень некоторые хорошо. Потому что там еще многие поступают в педвуз, потому что туда можно попасть на предметное обучение. Я хочу быть физиком, но на физфакт меня неправильно возьмут. Я не вытяну конкурсы. А в педвуз на физфакт меня берут. Я становлюсь сам физиком, но я никогда в жизни не думаю, не собираюсь быть преподавателем в школе и вообще где бы то ни было. Я вообще хочу быть физиком, инженером или ученым и так далее. Но немного не преподавателем, не дай бог. А я уже изначально в школе, в этом педвузе учусь в такой предметной ориентации. И, конечно же, я прихожу в школу. А в школу я все равно попадаю. Правда, не и полный, не полный. Все этот набор нежелающих работать в школе идет, они им не даются удрать из системы образования. И педвузы работают, целостую, на приличный процент. На приличный процент, они обеспечены специалистами совсем других, а не систему образования. Хотя они должны на это быть ориентированы. Но, тем не менее, те, которые приходят, они никогда не собираются учиться, это катастрофа. И там только надежда на их уже свою собственную просто психологическую проницальность. Что вы имеете? То есть в педагогике будущего вы предполагаете психологию, Психология займет гораздо больше... Ну, конечно. Более того, она должна быть решающей. Почему? Ну, просто потому, что реальным объектом деятельности преподавателя, также как точную психологу, только уже на более высоком уровне, как раз и является психикой учащегося человеку, и больше ничего. Понимаете? А знание средством. И это все. Ну, возьмите вы физикой инженера. Для него какая-то фундаментальная дисциплина, на основе которой строится вся его практическая работа. Физика или семья, или биология. А вы спросите педагога, на каком предмете строится твоя практическая деятельность. Он вообще может не понять, чего вы его спрашиваете. Я с этим сталкивался. Я говорю, ну вот понимаешь, что ты инженер, для того, чтобы машины делать, или эксплуатировать. Физику надо знать. А тебе чего надо знать? Как педагогу. А если я преподаватель физики, я должен знать физику. И все? Да, ну что, а что? Все, а ты все. Понимаете? Они даже не понимают, что у него практическая деятельность, объектом этой деятельности является психика человека. И это самое главное. Вот, он как бы поэтому и говорят. Инженеры человеческих духов. Откуда это слово? Понимают, оказывается, люди, даже не ученые, а мыслящие, широко и философски художественные люди. Люди из области искусства. Они понимают и объясняют кое-кому. Из тех, кто считает себя высоким интеллектуалом. Понимаете? Такие простые вещи. Вот и в чем дело. И действительно, инженеры человеческих душ. Безусловно. Другое дело, что душа-то человеческая душ, больно, широкая вещь. Поэтому основа, безусловно, в системе образования, и то бишь обучения и воспитания. Система образования две задачи. Обучение и воспитание. Обучение – это вот необходимый набор знаний о жизни и деятельности. Для того, чтобы стать вообще дееспособным человеком, надо освоить определенную способность, преобрести способность решать круг задач, минимально необходимый, как минимум сначала, для профессионалов данной области. Просто ты должен выйти с этим, если ты этого не сделал, а что часто происходит? Что часто происходит? Они полуобразованные, недоученные. Они, потому что решать конкретную задачу в любой деятельности, надо знать очень много всего. Там целый набор знаний. И прежде всего каких? С чем я работаю? Предмет деятельности какой-либо. С чем я работаю? Какие его характеристики? Я должен его преобразовать в свою деятельность. Если я работаю с психикой, я должен узнать про психику. Что она из себя представляет? И это наука и дает. В узком смысле слова. Наука тоже. Термин круга многозначен. Там и широкое значение, и узкое значение. Широкая – это любая познавательная деятельность. Если я вот там рационализатор, придумал там какую-нибудь новую вещь. Все. Я уже науку выдал. Понимаете? Конструктор, тем более ученый человек. Что я делаю? Я никаких новых законов не открыл. Я использовал их, доконструировал. Но для того, чтобы их использовать, мне потреблось очень много ума. Как логики и как творчества. И это тоже рассматривается как наука. Поэтому выдающимся инженерам дают научные степени, докторов, академики и так далее. Это я помню, в советское время была бы даже дискуссия по этому поводу, когда, скажем, Королёву и Туполёву встал вопрос выдать звание академиков. Понимаете? Там часть академиков классического. Вы, ну слушайте, никаких новостей в науке они нам не дали, извините. Они блестательные, гениальные конструкторы. И это замечательно. Мы им можем... Они сделали, может быть, гораздо больше, чем какие-нибудь конкретные ученые, которые сделали вклады в науку. Понимаете? Но они, собственно, вклады в науку-то не сделали. Вот ведь какие пироги. И тогда, это Бро нам рассказывали, мы читали сами, выступление Туполева было. Он говорил, что когда я построирую самолет, это гипотеза. Он может полететь, а может, я предполагаю, что он полетит. А может, не полететь. И это гипотеза. А чем это ненаучная гипотеза? Поэтому я тоже ученый человек. Понимаете? Я тоже ученый. Но в другом смысле. Я уже никаких фундаментальных или прикладных законов не открываю. Я использую там законы Ньютона и аэродинамику другого, уже русского, выдающегося человека, Жуковского, без которого самолеты не конструировались. Это обычная тоже ситуация в науке. Из общей механики, как из общей любой другой общей науки, напрямую ухода, эффективного ухода в практику, нет. Нужны переходные, поэтому они и называются прикладные науки. Нужно конкретизировать общие знания в фундаментальных науках, которые уже работают в практике и позволяют делать это. До тех пор, пока опираясь только на механику Ньютона и эту динамику его, соответственно, пытались конструировать самолеты, они не держались больше 30 секунд, поднимаясь там на высоту от 10 до 50 метров, потом бахались вместе со своими конструкторами, которые им управляли иногда, с очень трагическими исходами. И это неизвестно и даже зафиксировано, это было все, ну, в последние четверти 19 века начали очень интенсивно пытаться изобретать летающие аппараты тяжелее воздуха, понимаете? Ничего не получалось. Как только Жуковский выдал свою работу про аэродинамику, понимаете, где он расписал все формулы Ньютона и уравнения, конкретизировал на движение в воздушной среде, тут же посыпались изобретения действующих самолетов. В России в Можайске, в Америке в Брате Рай, во Франции, в Англии, в Германии посыпались изобретения, и авиация очень быстро стала наращивать свое присутствие в человеческой цивилизации во всех направлениях. То есть в самом знании должны быть общие знания и более конкретные, и тогда приучу свое понимание. Главное, что вот когда я какую-то практическую задачу решаю, я пользуюсь и научным знанием, и в объекте как таковом безотносительно к практике. Законы Ньютона нам не рассказывают, как практиковать, понимаете? Они рассказывают, как устроено движение, пишет уравнения и объясняет их. В кинематике или в статике он пишет уравнения на эмпирические данные, фактически. А в динамике, своими законами, он объясняет, почему такие траектории, такие расстояния, такие ускорения в каждом конкретном случае. Ну, в общем, короче, есть теоретическая и прикладная, но это очень хорошо понимает. Да, 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 совершенно верно. Настояние и знания. А вот такой вопрос, я вас извиняюсь, что... Но вы меня умерли от системы. Ну, пожалуйста. Я от системы, потому что вы далеко не... Ну, понятно, понятно. Я педагогики будущего. Вот с чем я столкнулась, работая в школе, вот сейчас, конкретно работая психологом в школе? Я столкнулась с тем, вот я хочу у вас узнать, как вы решили эту задачу. Эта задача реально стоит перед педагогами. Они ее ставят перед психологами. Значит, она стоит практически так же, как вот индивидуализированная медицина. Они сейчас ставят задачу. Индивидуализированная педагогика. Они, наконец, самые продвинутые из них, поняли, что нельзя всем, если ты хочешь... Одинаково учить. Да, если хочешь ты научить и вложить в него знания, вот у тебя есть конкретно предмет, физика, химия и так далее, и ты должен выбрать максимально эффективный способ, чтобы, как вы говорите, быстро, с меньшим напряжением, максимально вложить в него знания. Оказывается, они это уже поняли, что одному нужно объяснять одним образом, и другому нужно объяснять другим образом. Один идет, как вы уже сказали, в одном темпе, другой в другом. И стала задача, вот какая она главная. Мало того, что профессиональный, организационный. И вот эта организационная задача педагогики, как вы ее видите в будущем? Вот, кстати, очень, вот предыдущий доклад, докладчик нам говорил, что очень, ну, она еще и менеджер, как вы видели, продуктивно можно это построить с использованием современных технологий, в данном случае дистанционного образования, или еще какого-то интернет-образования, которое позволяет, ну, как-то максимально представить разные стратегии передачи знаний. Ну, вы вели далеко, понимаете, там, вот эта практическая педагогика, ну, она имеет, вот там, как всякая деятельность, естественно, объект, результат, который тоже надо понимать из-за того, что цель. И способ деятельности, процесс перехода от объекта к результату, ну, это все должно раскрываться. Вы мне сразу про способ деятельности. Ну, больше у нас времени осталось 10 минут, а... Значит, во-первых, что вы должны понять? Проблема индивидуализации и дифференцированного обучения, это, ну, может быть, сейчас какие-то преподаватели стали, наконец, об этом задумываться. А психологи уже 100 лет назад эту проблему поставили. Потому что, между прочим, практическое применение психологического научного знания началось с его внедрения не куда-нибудь, а прежде всего в систему образования. А потом только пошла психотехника и психология труда, производство и так далее. А начинали системы образования. И никто иной, как Штерн, прописал, что надо учить с учетом индивидуальных различий. Движение и знание от общего к особенному, единичному, с чего бы мы ни изучали, оно имеет вот такие уровни. Кроме прочего, всего. И это не касается не только психики, и внедрение в любовный мозг вместе то же самое. Имеет такое общее, особенное и индивидуальное. Часто уникальное, как отпечатки пальцев психологические, если на уровне психологии. Понимаете? А так, общее и индивидуальное. Общим оказалось. Очень просто и жить легко. Я могу в общей психологии витать. И мне нужна эта дифференциальная психология. И более того, еще и подозрительная вещь. Там в Советском Союзе оказалось. Педагогия, это самая дифференциальная психология. Вы же не пролетарская наука. Она учит различия между людьми. И одни там толковые и энергичные, а другие не очень толковые и не очень энергичные. А это что значит? А это значит, что это научное обоснование социального неравенства. Нет, нам такое не нужно. Нам такое не нужно. Но первые проблемы с закрытием наук, всяких разных, в СССР, начались с закрытия, по крайней мере, практической психологии. По крайней мере. И психологию оставили только для того, чтобы Сталин не очень понимал. Удивительная вещь. Он не дал полностью убрать психологию. Хотя были люди, которые там, в его окружении, которые требовали. Он сам учился в духовном семинаре, где у него была психология. И это известная вещь по протоколам этих заседаний. Где он выступал и говорил, я учился психологии в семинарии, и мне это очень помогло в жизни. Поэтому психологию закрывать совсем нельзя. Надо убрать там всякие крайности и прочее. Психология тогда была в рамках педологии, науки от детства. И просло пресловодное решение о педологических извращениях в системе наркомпроса. А наркомпрос – это наркомат, то, что у нас сейчас называется министерством. Наркомат просвещения. Министерство просвещения – наркомпрос. То есть педологические извращения только критиковались. Но там, как всегда, дай только возможность, тебя понесут, будь здоров. Оказался извращенцем и Выгодский в итоге, и масса других отечественных, там, очень видных ученых, психологов, которые были тоже в составе и работали в педологии. Кроме других, оказались извращенцами, и это был конец смерти. И Выгодскому только повезло, что он не оказался в тюрьме, потому что он умер до начала всех этих посадок, понимаете? В этом смысле ему повезло. Может быть, я не знаю. А так вот он там оказался без проблем. И очень многие там или и нашли свой конец, к сожалению, психологи. Но он не дал запретить. Он сказал, нужно учить врачей и учителей обязательно психологии, чтобы они учитывали это. А еще нужно учить для этого психологии психологов, чтобы они умели преподавать психологию учителям и врачам. И еще для одной очень важной задачи для борьбы с распленной, человеконенавижнической, буржуазной психологией и буржуазными концепциями психологии. Вот для этого были специальные партии, идеологические партии вредных средствах психологов. Они были, мы их тоже знаем очень хорошо, понимаете? И вот для этого была сохранена, не была уничтожена психология окончательно. А потом последовало что? Генетика за этим последовала. А за этим что? Киберная этика. Лысьянка совершенно дикая и прочее. Вот что мы имеем в нашей истории с извращением. Я уж не знаю, тут они не педагогические, а коммунистические, большевистские, я бы так сказал. Потому что коммунизм это не обязательно большевики. Там масса других еще возможностей. есть по этому поводу. И это особый разговор. Другой девушек опыт пока что был вот такой. У нас уже очень мало. А мы хотим еще пару вопросов. Поэтому всегда эта проблема стояла и ее не решали. Почему? Потому что она требует радикальной изменения организационного устройства системы обучения и воспитания. Вот это организационная. Радикального. Понимаете? Что современная система была в зачаточной форме создана в древней Греции, в ликеях и гимназиях. А потом ее, я на Москаменске оживил, на массовое образование. Понимаете? И вот с той поры и стало возможным вот это вот массовое образование. Да, наиболее дешевое. Да. Но это индивидуально, там невозможно было учить. Да. Наиболее дешевые и самые неэффективные методы преподавания в виде лекции, как самый дешевый метод, но самый неэффективный метод обучения. И это доказано психологами, потому что монологическое обучение – это вещь совершенно неэффективная для всех типов. Понимаете? Это универсальная вещь. А что эффективно? Диалогическое обучение. Без диалога не может быть нормального обучения и в общем плане, и в индивидуальном, в индивидуализации, в референциальном обучении. Понимаете? Не может быть без диалога. Нужен диалог. А для того, чтобы организовать диалог, надо иметь не потоки, как вот мы имеем. Вот я читаю потоковщую лекцию, там у меня весь курс полтораста человек. Понимаете? И это бессмысленно, я им говорю, ребяточки, давайте так, я вам выдаю тексты, которые там все изложены. Чего вы без меня, чего вы меня слушаете полтора часа? Полтора часа меня слушает, посмысленно. Вы, все то, что я вам написал, что вам в общем надо знать, вы можете усвоить за полчаса, и за 45 минут, читаю это все сами. Но у вас будет миллион вопросов. Вот прочитали, приходите ко мне, и я буду вам хоть на весь, на 150 человек, в диалог вступать с вами, со своими вопросами, обсуждать и все. У меня с ними всегда занятия идут, вот по типу вот такого рода беседы, понимаете? Хотя иногда я одного выдаю, чтобы объяснить ситуацию, понимаете? В общем, сократовские идеологии надо возрождать.